Супер! Переместились в другую локацию. Да. Расскажи, Саш, как тебе вообще в Нью-Йорке? Очень нравится город. Вот здесь не могу объяснить почему, но здесь я чувствую дома. Ты давно здесь уже? Полтора года уже. Полтора года? Да. Достаточно. Скажи, ты считаешь Нью-Йорк самым конкурентным кофейным городом мира? После Киева, мне кажется, сложно будет найти более конкурентный город в плане кофе. Нью-Йорк очень конкурентный город, но в плане кофе, мне кажется, субъективно. Кажется, что в Киеве была выше конкуренция именно в плане кофе, особенно кофе-то гол. Ого, даже так. Слушай, расскажи вообще, как так получилось, что там до какого-то 2015-2017 года в Нью-Йорке был один Старбакс, и кроме Старбакса было очень мало других игроков известных. Были одноименные какие-то сети, один-две локации. И как так произошло, что пришел и Блэнк Стрит Кофе, и Блю Баттл, и начали дизраптить этот рынок супер быстро? Честно, прям супер объективно не могу сказать, потому что меня здесь не было в те времена. Возможно, были какие-то маленькие сети крафтовые, либо одиночные крафтовые спешлти кофейни. Но просто, скорее всего, все знают Старбакс из-за его масштаба, потому что они сделали, начали это делать довольно давно, подошли к подходу, к масштабированию, как очень крупный бизнес. Считаю, что сделали много в свое время правильных вещей, которые позволили им так масштабироваться, хорошо на этом зарабатывать и полностью поглотить рынок. Соответственно... У людей не было другого выбора? Скорее всего, да. Плюс реклама, плюс маркетинг, плюс образ какой-то позитивный. Скорее всего, и были какие-то другие игроки. Возможно, были и лучше намного ребята. Но, скорее всего, на фоне, в количественном соотношении их просто нет. Процент рынка у них там ничтожно мало. Окей. Расскажи про вашу концепцию, когда Старт и какие планы на ближайшие пять лет? Мы открываем спешлти кофейни и хотим это сделать с подходом бизнеса. Обычно в спешлти кофейни, за исключением BlueBattle, еще пары сетей, которые делают это как бизнес, которые масштабируются, которые именно бизнес, а не работа. Потому что большинство кофеен либо одиночные спешлти кофейни, либо это 3-5 кофеен. Но это сложно назвать бизнесом, это больше купить себе работу. Потому что ты там работаешь, ты не можешь условно из офиса руководить этой кофейней, ты не можешь из дома работать. Выйти из операционки непросто? Да, ты будешь по-любому в операционке. Ты будешь знать, как прикручивать шланг, ты будешь знать, где у тебя шланг ненадежен, ты будешь знать сроки замены фильтра воды, где, когда нужно будет... А почему так происходит? Почему там у BlueBattle получилось так масштабироваться, а у кофейни 1, 2, 3 локации не получается? Думаю, разница всегда в основателях бизнеса, в основателях, владельцах бизнеса, ну и, конечно, в менеджменте, тот, кто это реализовывает. И думаю, масштабируются именно те, кто владелец, он же вначале и менеджер. Вот если он хороший менеджер, он основал, и он смог это хорошо менеджерить, и он понимает, что вот есть один юнит, он может сделать без потери качества второй юнит, а может даже с приобретением еще качества. И когда он понимает, так, это я с одной кофейни зарабатываю 20, соответственно, если у меня будет 20 по 20, это 400. Это же другое дело. Это же больше, чем зарплата хорошего менеджера просто по найму. Поэтому, скорее всего, именно так и получается. Другой момент, что не у всех получается сделать вот этот момент перехода, когда это с одного объекта на 2, 3, на 5, на 7 – это все разные виды бизнеса. То есть 1-5 – это, скорее всего, это работа. То есть ты сам себе сначала работаешь как какой-нибудь менеджер одной кофейни, когда у тебя 5 – ты работаешь как администратор 5 кофейн, а вот уже свыше тебе уже нужно делать совершенно другие процессы. И кто готов этим заниматься, кто хочет это делать, понимает, как это делать, скорее всего, он будет делать, у него будет получаться и он будет масштабироваться. Но многие просто не хотят. Понял. Вернемся к вашей концепции тогда. Да, у нас это Specialty. Как мы говорим, такой же кофе, как ты привык, только вкусный. То есть это Specialty не для каких-то кофейных гиков, куру. Для среднего потребителя. Это мы хотим его сделать, да, понятным для среднего потребителя. То есть не супер, как в вине. Я думаю, там легче приводить пример на вине. Когда мы совсем молодые, там только закончили школу, то отлично, дешевые вина, чем слаще, тем вкуснее, то класс. И потом происходит эволюция вкуса и уже к какому-то возрасту или к какому-то количеству выпитых бокалов вина, ты уже пьешь там хорошее сухое вино. Умеешь определять, что не очень. Да, да, да. Ровно так же и с кофе. Ты сначала не супер требователен. Я учился в школе, жил в маленьком городе. Для меня Nescafe Classic – это ок, Nescafe Gold – это уже вкусно было. И потом, естественно, я попробовал когда-то уже заварной кофе, зерновой, попробовал из эспрессо машины. Это уже был вау, вау, вау. Хотя, скорее всего, тот кофе вот не был вау. Но потом ты уже привыкаешь к этому как стандарт. И ты хочешь более лучше, лучше и лучше. И вот это лучше становится тебе стандартом новым. Ну, то есть новой нормальностью. Вот мы хотим сделать вот это вот новый уровень лучше, сделать новой нормальностью. То есть, чтобы люди привыкли, что кофе должен быть таким. И он не хочется закусить, запить, набросать туда сахар, налить сиропа, как делают в Starbucks или еще где-то. Мы хотим делать кофе, который сладкий без сахара. Потому что там правильно взбитое молоко, потому что там сбалансирован вкус. То есть, это изначально хорошие зерна, хорошо обжарены. Ну, таким образом обжарены, чтобы раскрыть их лучшие характеристики. Ну и, соответственно, потом приготовить это все правильно. Понял. У вас сейчас первая точка, когда открытие? Планируем, уже заканчиваем ремонт, планируем там тестовое открытие сделать к концу следующей недели. Это сегодня 16-е. Думаю, примерно к Рождеству сделаем тестовое, а может уже и не тестовое открытие. Супер. Какие планы вот на ближайшие годы? За следующий год хотим открыть порядка семи кофеен. В Нью-Йорке все? Да, все на Манхэттене, даже не в Нью-Йорке, я бы сказал, а на Манхэттене. Потому что Нью-Йорк, кто здесь живет, все знают, что Нью-Йорк, он очень разный. Но Манхэттен – это именно тот Нью-Йорк, который все понимают, что это Нью-Йорк. Все привыкли видеть Нью-Йорк на картинках. Видеть Нью-Йорк. Это все эти небоскребы, это толпы пешеходов. Все спешат, желтые такси, все сигналят. Да, желтые такси, да, все в пробке, все бегут. Это именно тот Нью-Йорк, и он, по нашему мнению, лучше всего подходит для нашей концепции кофейни, да и вообще для кофейни. А скажи у вас из прямых конкурентов, кого вы видите? Это все, на самом деле. Прямые конкуренты, самый идеальный конкурент – это BlueBattle. Ну, в моем, ну, я с большим уважением отношусь к любым успешным бизнесам, но BlueBattle прям сделал красивый бизнес. У них локации там 40-50, что-то такое? Ну, у них локации в основном… Несколько десятков, да? В Америке около 50, в Азии около 50. А, они еще в Азии там есть. Около 100 всего в мире на сегодня. А в Нью-Йорке там? В Нью-Йорке 23, по-моему, локации BlueBattle. На Манхэттене 23. Ага. Есть еще несколько в Бруклине, по-моему. Окей. Вот. Ну, они сделали очень красиво, я считаю. У них хороший кофе, у них неплохой в основном сервис и приготовление. Зачастую ты можешь в чашке получить хорошего уровня latte art. И очень крутой стиль, маркетинг. Ну, вот… Бренд. Сильный бренд. Там приятно находиться, приятно быть причастным к этому. То есть, когда ты идешь со стаканом BlueBattle, ты как бы заявляешь, что, чувак, у меня есть вкус, стиль, я не вот как все. Вот мы хотим, на самом деле, примерно в этой лиге играть. Сколько цена чашки у BlueBattle за капучино и какая цена будет у вас? BlueBattle на сегодня, наверное, они подняли цены недавно. Они всегда были выше рынка, немного выше рынка, процентов на 20. И они сейчас недавно подняли цены еще раз. По-моему, они сейчас капучино около 6,50 стоит. Это до налогов. В Нью-Йорке добавлять 10% условно к налогам. То есть, человек, когда берет капучино, заплатит где-то 7,30-7,40 за этот капучино. Но, тем не менее, они успешны. Причем, что они не обновляли свои локации, не обновляли концепции. Ну, то есть, все вот как было 5 лет назад или даже 7 лет назад, оно, на самом деле, с того момента не сдвинулись. То есть, они задавали крутой темп рынку, но в 2019 году они перестали это делать. Они, по сути, поплыли по течению. Ну, то есть, перестали развиваться, творить инновации, повышать локу. А их купили в 2019? Да, их приобрела Nestlé, там контрольный пакет. 66% акций, по-моему, на Nestlé купили. Понял. Скажи, наверное, я подразумеваю, основная сложность с запуском была связана с недвижимостью в Манхэттене. Да, на самом деле, это весело, в это сложно поверить тем людям, которые не живут в Нью-Йорке, которые не сталкивались с этим. Ты видишь кучу, ты можешь увидеть объявление, сдаётся, сдаётся, ренд, ренд, ренд. Да, но ты туда звонишь, там могут быть разные истории. Это может быть там история, как за 20 квадратных метров 40 тысяч долларов в месяц, либо могут даже нормальную цену сказать тебе 10 тысяч за эти 20 квадратов. Тебя, в принципе, устраивает, в бизнес-модель вкладывается, всё класс, ты говоришь, окей. А, во-первых, ты можешь не дозвониться, скорее всего, ты не дозвонишься. Потом ты поймёшь, что тебе нужен брокер, которому ты звонишь, твой, и говоришь, вот это вот помещение, вот этот адрес, вот фото, вот это вот хочу. Он тебе звонит, говорит, дозвонился, вот такие условия. Говоришь, вот кофейня, они говорят, кофейню не хотим. Почему? Потому что самые культурные крутые лендлорды скажут, у нас есть в блоке кофейня, то есть это такая этика очень крутая по отношению к другим арендаторам, чтобы не портить друг другу экономику. Это самый класс. Но зачастую могут сказать, окей, а кто вы? Ага, а у вас есть здесь уже бизнес действий, ещё нету? Sorry. То есть у них цель проверить, насколько ты всё же делаешь рискованный бизнес? Они хотят играть в долгу, они не хотят с тобой поиграть 2 года, 3 года. Средний лист – это 5-10 лет, правильно? Я думаю, 10. 10 лет. Да. Мы лист здесь подписали на 10 лет. У нас бывали разные переговоры, у нас бывало успешно. Мы там выбрали 3 локации, по 3 из них начали успешно двигаться, нам прям пришлось выбирать. Вот первые 3 локации у нас везде был зелёный свет, нам везде лендлорды говорили, класс, давайте. Мы им объяснили, что мы новички на этом рынке, мы не новички в принципе, потому что в Украине много чего делали в этом бизнесе и, соответственно, хотим здесь делать классно. Они говорят – супер, вау, амейзинг, как здесь всегда говорят, восторгаются тобой, улыбаются, начинаем двигаться. Ну, с первыми тремя именно так всё и было, но мы вынуждены были выбирать одну, нам не нужно было сразу 3 локации. Мы выбрали одну, довольно быстро дошло дело до договора и там началось интересно… Сколько страниц в договоре? Ну, наверное, сколько, 60, около 60 страниц. Это был райдер к договору 60. Есть стандартный договор, там где-то 4-5 страниц. Это стандартный Нью-Йорк, Нью-Йоркский договор, он стандартный для всех. Он, скорее всего, законом очень строго регулирован. И дальше идёт райдер, к которому говорится там, всё, что в договоре там написано, и если продублировано здесь, то с договора оно не считается, только райдер имеет главную силу. И в райдере там могут быть написаны такие слова, там, в этом случае, там, в случае, если там, мы вам перекопали траншеи, вход в кофейню и никто не может к ней попасть, вы не имеете права просить скидку. Вы не имеете права платить аренду. В этом случае и всех других случаях вы не имеете права просить скидку. Окей. Мы имеем право на всё, ты не имеешь права подавать в судно лендлорда. Это лендлорд для тех, ну, для русскоязычных людей, зачастую незнакомое слово – это владелец помещения, арендодательный. Вот. И нам прислали договор, по которому мы всегда должны, и у нас нет никаких прав, у нас куча обязанностей, нет никаких прав. И обратная сторона со стороны лендлорда. У него все права и никаких обязанностей. Поэтому мы получили этот договор, там, попытались попереговариваться с ним. Ну, если вкратце, тут адвокат с адвокатом должен разговаривать по договору. Юристу нужно платить, чтобы он прочитал договор. Да, да, да. Это всё, да, внёс справки. Это мы всё сделали, это окей. Ну, в итоге они сказали, вот, собственно, у вас слишком много… Условий? Да, условий. Поэтому мы, наверное… Договор стандартный, либо подписываете, либо… Да, да, да. Не хотите, вон дверь, типа, то мы кому-нибудь другому сдадим. Ну, собственно, на этом мы остановились по первому помещению. Расскажи про даунпеймент. Я слышал страшные цифры, что в среднем 6 месяцев… Да, даунпеймент тоже для тех, кто не в США, это платёж на подписание. Сколько ты должен… Фразу положить в залог, да. Да, по сути, это как депозит, но ты платишь не наперёд, а это та сумма, которая будет лежать весь срок договора. Кредит тоже, в общем. По сути, да. Ты как на депозит положил, а тебе, кстати, даже проценты по нему должны, но проценты на уровне учётной ставки по-моему. Ух ты. Так что мы нормально вложились. 5,25. Вау, серьезно, да? Ну, сейчас учётная ставка одна из самых высоких за всю историю США. Поэтому… То есть ты приходишь, ты платишь за первый месяц, плюс 6… Мы на первом объекте заплатили за 10 месяцев. Депозит был 10 месяцев. Вау. Мы заплатили первый и 10. То есть ты, по сути, платишь за год вперёд за аренду? Да. По сути, ты как бы говоришь, что, ребят, у меня настолько серьёзные намерения, что вот если я вас обманул, вот вы заберите эту сумму и не возвращайтесь. То есть в теории, если что-то не получается и не так идёт по плану, то вся эта сумма остаётся у ландлорда, и ты никак на неё претендовать не можешь? Да, абсолютно верно. Вау. Если ты разрываешь со своей стороны договор… То есть я хочу там… Через год я увидел, что там не те ожидания, я хочу уйти с этого места, я говорю, sorry. Да. И если это будет через год, тебе ландлорд может подать в суд и сказать, что… Нет, плати остальные 9 лет. Да, 9 лет ты мне должен платить, согласно договора. Договор там ещё учитывает корректировку, каждый год повышение на 3,5%, ну, потому что, чтобы корректировать на размер инфляции. Да. Расскажи, как человеку, который не разбирается в кофе, в принципе, там для меня, что Starbucks, что Бли Баттл, что обычный кофе в машине, Nespresso, кофе плюс-минус одинаковое, я не могу сказать, что какой-то из них хороший, какой-то плохой, просто он разный. Я считаю себя каким-то средним потребителем в этом рынке. И, получается, я могу отличить, да, у меня будет стоять 3 чашки в одном Specialty, во втором Starbucks, в третьем из какой-то кофе в машине. Да. Я могу это отличить, почувствовать вкус разный. Уверен на 98%, что ты отличишь. Вау. Вот будет тот кофе, который тебе не захочется запить или сплюнуть, когда ты его выпьешь без сахара, без ничего. Сахар туда тоже можно добавлять, он от этого не особо последует. А получается вот такое интересное, что если в Starbucks, я слышу часто мнение, что в Starbucks плохой кофе, многие его не любят из моего окружения, но ты смотришь какие там очереди, какие трафики, то есть все пьют кофе в Starbucks, да, это тоже как ритуал такой. Почему так происходит? То есть это стандартно, они привыкли, это сила бренда? Все. Это все из того, что ты перечислил. Еще, я думаю, факторов 10, которые мы не вспомним, даже если будем час, ну, мозговой штурм сделаем, мы больше из них отгадаем, но скорее всего не все. Да, безусловно, это локации, потому что большинство людей скажет, не, мне не вкусно, но зато по пути. Это удобно, да. Они на обед берут кофе, когда возвращаются. Поэтому чаще всего это локации. Кофе все говорят, отвратный, но тем не менее пьют, потому что Starbucks много. Америка ж это не только Манхэттен и Нью-Йорк. Америка большая очень, в основном одноэтажная. И Starbucks очень много драйв-сута. Ты можешь, не выходя из машины, покупать кофе. Окей. Они сделали много удобства. У них классное приложение по предзаказу. У них все довольно быстро и понятно. На самом деле люди покупают, наверное, потому что ты знаешь, что ты получишь. Мои ожидания там. Да, главное удобно, на слуху, раскручено, есть какое-то доверие к бренду, какая-то репутация там хорошая, не хорошая. А насколько вот легко, какие вас ожидания, переобучить потребителя, сказать, что, блин, вот есть Starbucks, а вот есть теперь мы. А как вот этот процесс будет происходить? На самом деле самое важное – это первый контакт. То есть, когда человек пришел, попробовал и, скорее всего, он может не понять в этот момент, что тут классно. Но после этого он снова пойдет в Starbucks и поймет, что там было классно. Потому что ты, когда с плохого на хорошее переходишь, разница не так заметна. Ну, зачастую заметна, но бывает нет. Но когда ты с хорошего садишься, ну, там, как из хорошей машины в плохую пересел и плюешься потом, а до этого все нормально было. Вот так же и с кофе. Что очень интересно. Как если поездить на мощной машине. Ты можешь поездить на машине, в которой там 80 лошадиных сил, пересесть на машину с 300 лошадиных сил и думаешь, о, прикольно, и привык за день, за два. И уже это для тебя новая нормальность. Потом ты снова пересаживаешься в этот Ford Focus и вон она не едет. Просто она не едет. Чувствуешь, что что-то не то, да, и хочется… Да, и все. Для тебя уже это не машина, а вот в итоге была машина, вот так же и с кофе, на самом деле. Ко всему хорошему очень быстро привыкаешь и потом на плохое уже трудно соглашаешься. Понятно. Как компромисс. Подскажи, когда вот вы планировали проект запуска, все этапы, сколько вы закладывали в теории это время займет и сколько по факту это заняло? Ну честно, планировали вообще быстро сделать проект, зародился чуть больше чем полтора года, идея проекта, чуть больше чем полтора года назад. Изначально мы его планировали на Америку, потому что, ну, рынок. Самый большой, да? Именно самый привлекательный, большой и привлекательный. Цена чашки, количество этих чашек. Объем рынка это 50 миллиардов. Ну, плюс-минус, и он растущий. А самое интересное, что объем… Рынок Specialty внутри рынка этого кофе вне дома. И вот он постоянно растет. Если обычный рынок кофе вне дома растет примерно на 5% в год, то там 3-5% в год, то объем рынка Specialty растет там на 13-20% в год. То есть он поглощает потихоньку. Окей. Поэтому выбрали так. И приехали мы сюда, сразу начали заниматься активно привлечением инвестиций. Все тоже прошло немного дольше, чем мы себе хотели и рисовали. Но, тем не менее, все хорошо прошло. По поиску помещений тоже сильно дольше было из-за того, что у нас это был первый объект. Но все говорили вторую, без проблем, приходите. Вот. Поэтому сделали так. Ну и плюс, немного шишек набили уже с подрядчиками. Ну, такое. Ну, на самом деле, не немного, а одну большую набили. У нас там один был проблемный подрядчик. Но так уж сложилось, он генеральный. Поэтому, как бы, ну, чем все уже разрешили, все эти вопросы. И уже вот очень близко к открытию. Скоро будем уже продавать кофе. Супер. А подскажи, вот мне интересно, чем Specialty кофе отличается от кофе, который в Starbucks? Это качество зерна в основном? Да, это самое главное, это качество зерна. Изначально зеленого зерна, то откуда, но с какой оно фермы, какой grade, это размер зерна. Какая чистота. И после этого это обжарка. Starbucks жарит в уголь, чтобы скрыть все дефекты. Если ты видишь, что кофе блестит, иди и проходи эту кофейню. Потому что этот кофе выпустил масло, мало чего хорошего из него ты уже можешь получить. Поэтому второй момент – это обжарка. И третий момент – это приготовление. Ну, приготовление тоже на много моментов можно разбить. Ну, это для потребителя самые понятные процессы. Три таких зерна. То есть, грубо говоря, если Starbucks текущее зерно свое поменяет, там, x2, x3 дороже, либо найдет какого-то подрядчика, то в теории в Starbucks может быть Specialty кофе. Да, у Starbucks даже есть Starbucks Roaster Reserve, и они там продают хороший кофе. Просто они как бы показали, что это наш бизнес, а вот так мы вообще умеем. Так мы будем пиариться. Скорее всего так. Еще немаловажный момент – это то, что Specialty кофе вряд ли может быть коммерческим. Он всегда свежеобжаренный, и у него очень короткий срок жизни – от обжарки до приготовления. Сколько в среднем занимает? Два месяца – это максимум считается. Максимум. Есть якобы технологии, которые позволяют год хранить кофе и сохранять его качество, но я не пробовал лично и не уверен, что это правда. Насчет двух месяцев знаю, что считается, что через два месяца нужно списать. Поэтому вот все, что в супермаркете продается, оно не может быть Specialty, чтобы на нем не писало. Потому что на таких объемах они не могут его… Ну, оборот через супермаркеты, он не быстрый. И поэтому все эти логистические цепочки не могут позволять, не позволяют продавать свежий кофе. Поэтому там будет уже другой продукт. Другая цена. Очень большая разница, когда кофе обжарен, дегазирован и сварен в идеальные дни, и остальные дни он деградирует. С каждым днем он становится хуже, хуже и хуже. Особенно, если кофе помолоть. Вот сегодня мы смелем и приготовим тебе чашку, и завтра этот же молотый кофе мы тебе сварим. Я уже почувствую разницу. Ты почувствуешь большую разницу, потому что вся ароматика улетает очень быстро из молотого кофе. Понял. Расскажи, ты говоришь, что вы привлекали инвестиции, вы по какой модели планируете развиваться дальше? Если у меня есть какие-то сбережения, могу ли я проинвестировать? Да, изначально мы хотели привлечь сразу, мы посчитали, как это делать, как большой бизнес, сразу системно. Это вышло 17 миллионов долларов. Это сколько кофеин можно было открыть? В течение двух лет инвестировать. Это 17 миллионов долларов, это количество кофеин около 40, не помнишь точно? Около 40 кофеин или 50. Но это момент выхода на самая реинвестиция, когда мы сможем открывать новые кофейни и все быстрее и быстрее, уже без внешних инвестиций, только на заработанных деньгах. Понял. Поэтому после этих 17 миллионов, на самом деле, этот бизнес уже будет зарабатывать больше миллионов в месяц. Мы просто их не забираем, а реинвестируем, чтобы открывать все больше и больше кофеин. Как снежный ком, чем он больше, тем у нас больше кофеин, тем быстрее мы можем расти. Понял. Чем больше у нас команда и больше у нас денег и ресурсов, тем больше мы можем делать. Поэтому мы планировали по такой модели привлечь. Поняли, что на новом рынке, в новой стране, там, где нас мало кто знает и понимают, даже тех, кто знает, понимают, что успех там не гарантирует успех здесь. Мы решили немножко изменить стратегию и привлечь на первые 5-7 кофеин, скорее всего на 7, по отдельности, на каждую. И сейчас мы привлекли деньги на первую кофейню, открываем ее, дотачиваем все процессы, выводим на цифры, которые мы себе запланировали. И потом еще открываем еще 2 кофейни, дотачиваем все процессы и потом уже берем, привлекаем еще на 2-3 кофейни и у нас уже будет 7 кофеин. И тогда уже на пуле 7 кофеин мы показываем, что это уже не случайный успех, что это уже система и мы уже начинаем строить как большой бизнес. Если не секрет, сколько стоит открыть кофейню в Манхэттене под ключ? 290-300 тысяч это нужно иметь для того, чтобы открывать кофейню до 50 квадратных метров. Это с учетом депозитов всех? С учетом всего, полностью от начала и даже с небольшим периодом раскачки, которая допускает торговлю в минус. Допустим 1 месяц или 2, покрыть эти минусы. Я вложил эти 300 тысяч, сколько я могу с этого зарабатывать? Здесь 2 из очевидных, скорее всего есть еще не очевидные методики, как эти возвращаются, но из очевидного это то, что есть дивиденды. То есть по сути, то что в начале, это инвестор получает долю от прибыли. Если у него 50% акции, 40% акции, то он получает 40% прибыли, согласно распределению долей. Если по такой методике инвестор возвращает свои деньги примерно за 36-37 месяцев, условно 3 года, но при этом сохраняется, не сохраняется, а возрастает капитализация. Кофейня уже стоит не 300 тысяч, не 290. Когда это уже работающий бизнес, на том же примере BlueBattle, конечно, это сейчас очень амбициозно называть, но когда BlueBattle был продан, если разделить на количество кофеин, то это было 15 миллионов долларов на одну кофейню. Словно ты за 300 открыл кофейню, а через несколько лет за 15 ее продал. Ну, если совсем упростить и обесценить весь менеджмент, то да, если все за скобками оставить, то да. Ну, BlueBattle очень крутой пример, он, знаешь, как маркет такой, куда стоит целиться. Но есть проще пример и свежее, это Blank Street Coffee. Они в 20-м году только стартовали бизнес или даже в 21-м, в 20-м. Потом они привлекли немного, сначала открыли пару точек, потом привлекли немного денег, открыли еще пару точек и потом привлекли 27 миллионов долларов, честно, не припомню. Ну, суммарно они привлекли около 29 миллионов за первые два года существования бизнеса. А там была какая-то успешная история фаундеров уже до этого, либо это первое? Нет, нет. То есть это обычные ребята были, пришли первый раз, решили попробовать сделать что-то крупное? Ну, они с фургончика начинали. С фургончика? Да, они начали с фургончика в ковид. Вот. И когда они уже привлекли эти 29 миллионов, они заявили планы, что они сделают 100 кофеин до конца 2022 года, откроют. Сделали? И, наверное, к концу 2023-го сделали около 100, их, наверное, уже плюс-минус есть. Они довольно широко разросли. Ага. И когда они привлекли эти 29 миллионов, они получили оценку 98 миллионов долларов. Это стоимость всей сети, нам? Очень, да. Стоимость бизнеса от авторитетных агентств, которые занимаются аудитом, получили такую оценку. Это было… Эта оценка у них была год назад. Я думаю, на сегодня у них оценка в пару раз выше. Ага. Поэтому у них, если разделить на количество кофеин, то у них там тоже за пару миллионов перевалится на одной кофеине. Возможно, и за пять. Интересно. И вот вы строите сеть Simple, да, называется? Да. Классное название. Все просто, да? Да. Это суть этого проекта, что максимально все просто. Простыми словами, без пафоса, без ничего. Просто, просто даем продукт хороший, который хотели бы сами получать, как кастомеры. И у вас, получается, цель какая? Иметь какой-то пассивный хороший бизнес, либо вырасти до 100 до 200 кофеин, его продать, сделать money? Мы хотим вырастить до 3000 кофеин, а там уже посмотрим. 3000 кофеин, это за сколько лет? 10 лет. 10 лет. Окей. Звучит классно, грандиозно. Да, амбициозно, но делали подобное, делали уже в Украине на меньшем масштабе, но на более сложном рынке, в моем понимании в Украине более сложный рынок, выше конкуренция, ниже маржинальность. Поэтому здесь мы видим гораздо лучше условия для того, чтобы это сделать более быстро и более прибыльно. Класс. Я уверен, что у вас все получится. Не первый проект, есть большой опыт успеха в Украине. Классно. Спасибо. Саша, настала моя очередь задавать тебе каверные вопросы. В первую очередь скажи, мы сейчас на Манхэттене, но когда откроется ваша кофейня? Когда откроется кофейня? Мы делаем все необходимое, чтобы открыть ее как можно скорее. Я думаю, в декабре мы уже будем угощать людей. Окей. То есть до конца декабря? Первый год я уже приготовил, но мы еще завершаем там внутренние работы. А когда планировали открыть? Планировали открыть, ну на самом деле планировали открыть еще в августе, по-моему, первые даты мы хотели. И ввиду того, как мы изучали рынок, узнавали новые, появлялись новые вводные изменения, договоренности про помещение, то есть затянулись по поиску дольше, чем изначально планировали. Просто мы изначально заходили вот максимально здесь вот, для нас очень важна репутация для меня и для Саши, то есть отследить прошлый опыт. И, соответственно, заходя на рынок здесь, есть какой-то бэкграунд, который мы услышали про Америку, как здесь ведут дела. И решили, как бы, риэлтор, значит, только с одним работать, условно, не как в Украине, чтобы там 10-20 человек. В итоге пришли к тому, что это рынок, это бизнес, и здесь репутация не в том, что я работаю с одним или с другим, а чтобы мы выполняли обязательства друг перед другом. Поэтому просто договорились так, что и один, и второй, и третий риэлтор понимал, что еще есть другие, и, соответственно, тогда поиск у нас сильно ускорился. То есть, вначале мы несколько, два или три месяца потратили, два-два месяца потратили на то, что с одним с одним, потом увидели, что нет продвижения дальше. Еще взяли два-три риэлтор, и один сработал из них. Супер. Скажи, вот из тех стадий, которые вы уже прошли, как бы, да, то есть, там, поиск инвестиций, поиск локаций, условно, там, поиск подрядчика, стройка, как бы, типа, вот, на этом этапе, какая самая большая боль, как бы, типа, то есть, которую, в свою очередь, будет являться точкой роста, как бы, на преодоление боли. Самая большая боль для меня лично, это когда есть некий барьер, там, некая договоренность с человеком, а человек не выполняет. Это просто мы собрались сделать какое-то дело, есть цель, куда мы движемся, и на пути один из людей, которых нам проводят, например, там, через строительство мы столкнулись, например, да, то суть была не в том, что сложное строительство, а именно для меня эмоционально тяжелее всего, когда я понимаю, что я даже свои рукава закачу, пойду делать, и уже ремонт будет двигаться. И мне очень важен прогресс, и когда мы договариваемся вовремя, например, что-то не делается, для меня это, ну, самое, наверное, просто потерянное, как бы, время, хотя мы договаривались. Поэтому, с другой стороны, это помогает нам найти подрядчиков, которые работают классно, и у нас таких подрядчиков спасибо тоже хватает. Нам очень круто сделали вывески, нам круто сделали витрину вовремя, качественно, с человеческим подходом, по-настоящему. Я прям людям открыто это тоже говорил, и это люди, которые однозначно в следующие проекты будут одни из первых, к кому мы будем обращаться, чтобы сделать их виды работы. По остальным видам работы мы тоже так потихоньку подбираем подрядчиков, которые тоже по-человечески, которые знают себе цену, которые зарабатывают, но, тем не менее, находятся в рынке, которые нам подходят по всем параметрам, и мы им тоже подходим. Ну, условно, выполняем друг перед другом обязательства. Выполнение обязательств – это ключевое. Насколько сложно было найти инвестиции под такой проект, как ваш, с учетом того, что АВАЗ – отличный бэкграунд с Сашей в Украине и в странах Восточной Европы, но не было опыта запаха здесь в США? Я скажу так, когда инвестиции привлечены, то вроде бы ничего сложного, да? Ну, а я помню те, немножко еще помню те состояния, когда я был на старте, тогда тоже была достаточно твердая уверенность. Просто когда есть успешный бэкграунд, доказанный фактами, цифрами и длительным периодом, то есть это не один объект я построил, или там Саша, да? То есть я построил 152 объекта не только в Украине, но и в рядом находящихся странах, в том числе и Нигерии, вот, и чтобы бизнес работал и зарабатывал на разных рынках, это тоже делается не за один день и не просто так. В Воронке было изначально 15 плюс человек, это из личного моего окружения и Саша, то есть там, где мы обратились, по Zoom пообщались с каждым модельным. Где доверие есть, да? Для того, чтобы в целом выделить, какая концепция больше подходит, ну и соответственно привлечь инвестиции. Либо сразу в большой бизнес вкладывать, покупая акции, либо вкладывать в конкретный объект. Вот, для Украины подошел больше конкретный объект. Мы заточили нашу модель больше по то, чтобы привлекать именно на конкретную модель и, соответственно, привлекли очень популярных ребят в Украине, Украинвест Клуб, которые сделали сюжет. То есть мы с ними договорились, им тоже понравилась идея, они сделали сюжет о том, что мы планируем сделать. Они осветили наш бэкграунд, опыт в прошлом, я не договорился, Саша сделал, построил вместе с акционером лидера в Украине, это Рома Кава. То есть это самая крупная по всем параметрам сети по обороту и по количеству кофеин, ну и по популярности в том числе. И, соответственно, сейчас мы хотим это повторить здесь, в Штатах. Ну, то есть Воронка, в принципе, небольшая из 15 человек. Воронка конкретно по Украинвест Клубу, то есть сколько просмотрело там, больше 100 тысяч просмотров. Вот, но если говорить о тех заявках, которые зашли, мы рассматривали, по-моему, 36 заявок. Потом еще добавлялись, я дальше уже не считал, но 36, было точно. Достаточно хороший конверсер. И из них там, где мы были готовы принимать и нам были готовы давать деньги, было, по-моему, 6 или 7 человек. Ну, мы взяли одного, потому что он закрыл одним чеком всю инвестицию. Супер, супер. А, кстати, хотел поинтересоваться, вы вообще с Сашей как давно знакомы? С Сашей мы знакомы, по-моему, с конца 20 или 21 год. Где-то вот когда ковид заканчивался, вот, мы как раз тоже через своего товарища, он видел контакт, встретился в кофейне по одной сделке, пообщались. Вот, сделка не состоялась, но знакомство продолжилось. Мы просто ходили, дружили, ходили на блины. А в какой момент приняли решение, как бы, что вы хотите сделать совместный бизнес? Ну, просто каждый раз, когда я общался с Сашей, мне очень нравится то, как он подчеркивает качество в том, чем занимается. То есть он рассматривал еще тогда другие проекты, называл. И вот большая часть разговора нам, ну, для меня звучала именно вот относительно четкости качества, относительно потребителя, насколько очень важно сделать вот этот мэтч, чтобы оно было и простым, с одной стороны, и максимально отвечало запросу человека. Это было по разным продуктам, и в том числе обсуждали другие рынки по кофейням. Штат – это было как что-то, ну, для меня это было больше как некое что-то далекое, что впереди. Вот оно в разговорах тоже фигурировало, но конкретно про Штата мы уже разговаривали тогда, когда, по сути, выехали из страны из-за войны. Да, я был в Черногории, он был в Европе. И мы, соответственно, обсуждали в том числе варианты открытия либо в Европе, либо в Штатах. И как только в Штаты появился билет, что можно приехать, мы однозначно выбрали рынок. Ну, то есть сколько вы, вот, с момента того, как вы доверили сотрудничать, сколько получается партнировать, сколько вы вместе уже? В марте были уже, четкую дату сейчас не скажу, но в марте первые сообщения по поводу проекта в Штатах. В марте 22-го, да? 22-го, да. 22-го года. Вот с этого момента вы уже почти больше полутора лет вместе. Насколько вам до сих пор комфортно, вы видите, как бы типа… А, знакомы мы с 20-го, я же говорю, по-моему, конец 20-го года. Могу ошибаться, или начало 21-го, это конец. Вот уже пообщавшись, как бы, типа, как партнеры, как бы, то есть насколько… Да, это уже с марта получается 22-го. Насколько вам комфортно, вот, уже с того момента, как вы партнеры, и вот этот совместный путь, как бы… Ну, тут Саша надо спрашивать отдельно. Мне абсолютно комфортно, то есть бывает как бы разно, но мне очень важно ключевое, то, что если что-либо делается, мне какие-то вещи могут не нравиться, но я всегда смотрю в цель, куда мы идем. И это действие для того, чтобы мы туда быстрее пришли, и… Какие-то конфликтные у вас какие-то ситуации, споры. Ну, конечно, мы же хотим сделать как можно лучше, и каждый, и каждый в своем бизнесе до этого был, по сути, лидер. А сейчас нам необходимо и выражать, успеть свою точку зрения, и выслушать, сопоставить, и быть беспристрастным, да, оставляя, ну, то есть я сейчас говорю за себя, оставляя за главное, что вот наш основной договор, куда мы двигаемся, вот, получается эффективнее. Если мое предложение эффективнее и быстрее, донеси тогда так, чтобы было понятно. Если я вижу, что все-таки мое предложение, ну, в чем-то опаздывает, тогда, конечно, нужно уступить и поддержать встречное предложение, которое делает партнер. Ну, это очевидно, на мой взгляд. Окей. Название «симпл» кем было инициировано, кто предложил? Чаще всего, ну, то есть Саша говорил о том, чтобы важно, ну, очень круто было бы сделать, что простое, и прям назвать даже вот «симпл». Вот. И в итоге мы даже его обрезали, убрали «и» в конце, чтобы вот максимально соответствовало названию. Проще «простого», да? То есть «симпл» тоже, в том числе, это такое… У нас много есть элементов, которые подчеркивают вот эту простоту, но простоту именно в том, чтобы не было преград между человеком и качественным продуктом, что вот максимально просто, легко воспринимал, ничего не боялся, наоборот, легко заходил к нам, легко видел, то есть, ну, и во многих элементах, которые мы делаем по кофейне и действиях, стараемся, чтобы это было максимально просто, понятно, вот. И когда человек выпьет, это тоже максимально просто понял, то есть не узнавая, что такое specialty, глубоко копая, а просто выпил и понял, что, блин, я хочу еще одну чашку кофе. Так, скажите, вот вы предприниматели, но вот в первой вашей кофейне, то есть вы планируете сесть, как бы, да, в первой вашей кофейне, кто будет первыми бариста? Это будете вы сами, либо вы уже сразу нанимаете профессиональных бариста, которые будут, как это будет у вас? Мы относимся к деньгам от рестора как к своим, по сути, у нас это общий объект, и это часть кофейни уже наша, в том числе. И у нас высокие, не то, что, с одной стороны, обязательства, а с другой стороны, нам очень важно показать классные показатели сделать. Поэтому брать бариста на этапе, когда он у нас непонятен до конца, как в Штатах открывается весь период открытия кофеем, это большой риск платить payroll сотрудникам на период, когда они не будут работать. По сути, еще увеличивать срок окупаемости проекта. Поэтому вначале работать будем, ну, какое-то время, я не знаю, это будет несколько дней или несколько недель, мы с Александром. А дальше, когда уже наладим процессы, будем брать сотрудников. И уже есть тоже несколько комьюнити, которые прям предлагают, занимаются трудоустройством людей, которые приезжают в Украину, здесь адаптируются. Вот уже там прям подобрали несколько кандидатов, говорят, давайте, приходите, будут классные баристы. Дикольно. А вот вы как барист или ваши первые баристы, они в вашей кофейне будут делать кофе быстрее, чем, например, такси вызвать в Нью-Йорке? Быстрее, чем такси вызвать в Нью-Йорке? Что будет быстрее, такси или кофе в Simple? Я не засекаю время, сколько, ну, если брать Uber, например, сколько приезжает, когда я заказываю такси, у меня это обычно от 3 до 10 минут в среднем занимает, смотря, где я нахожусь. Вот. И это будет точно быстрее. То есть, ну, время приготовления одного напитка с момента заказа будет, ну, в зависимости от того, сколько человек в очереди, да, потому что если будет заказ за заказом, то одновременно может готовиться 3-4 напитка. Точно будет быстрее. Если брать среднее время, то точно будет быстрее. Давай отдельно про очереди поговорим. Напомню, сколько вы хотите, то есть, какой у вас целевой порог, как бы продаж чашек кофе в день в вашей кофейне. В нашей расчетной модели 400 человек, мы, это цель, на которую мы хотим выйти. С какое время работы у вас, со скольки до скольки будет работать кофейне? Планово в начале с 7 до 7, с 7 утра до 7 вечера то, что мы планируем работать, но в начале очень вероятно, что мы можем и задерживаться, так как мы будем налаживать модель. В данном районе мы видим, что вечером людей тоже достаточно много, поэтому мы, скорее всего, несколько дней протестируем и более позднее время, потому что до 6 или до 7 последние заведения какие-то в плане кофе закрываются. Насколько отличается статистика от статистики в Восточной Европе, что большая часть кофе в кофейниках пьется с утра до 12 часов? Если слушать людей, то прям идентично. Днем люди утром пьют, а вечером не пьют. То есть у вас пиковая нагрузка тоже, по сути, получится в утреннее время? Да. То есть я просто здесь тоже есть опыт изучения и изнутри существующих сетей здесь. Я не могу детали рассказывать, потому что это другие компании, но это факт. На Манхэттене я знаю, как изнутри, цифры и так далее. Я скажу, что часы пик, то, о чем я могу сказать, это утреннее время где-то с 8 до 10, опять же, зависит от района. То есть если мы берем разные районы, разные часы пик. Чем ближе к деловой части, если вот это место находится, кофейни, и вокруг деловая часть, Даунтаун, есть и в Миддлтауне такие районы, где не туристическая имеется в виду, то там четко люди, я замечал, изучая кофейни, начиная с 7 часов, потому что некоторые кофейни открываются в 7 часов, и до 9-30-10, то есть идет пиковая нагрузка. Ближе к этому, Times Square может до 11, вот эта пиковая нагрузка. Пиковая, имеется в виду, когда в час, большее количество, видно по графику, всплеск, количество выполненных заказов по времени. И вторая нагрузка, где-то в районе, где-то после 4, вот когда уже завершается время, тоже есть люди, сложно говорить, что место там, где я сейчас говорю конкретно про место, там сочетается трафик и деловой, и гостей, которые приходят. Вот это две такие очень сильные нагрузки. Вот как вы будете тогда решать вот эту проблему, которая здесь есть на Манхэттене, в кофейнях, это когда просто в кофейнях очереди, и ты хочешь попить кофе, но ты понимаешь, что тебе сейчас придется стоять ждать. Есть скорость обслуживания, я засекал в свое время мой порог в нормальном состоянии, когда я один в кофейне на Манхэттене, есть опыт, 60 плюс чашек, это я могу работать так спокойно 15-20 сме. То есть это состояние, когда я работаю постоянно, но я не выпадаю так, что у меня язык выглядит. И при этом это довольно сложное, сочетание сложных напитков в этом случае было, когда я тестировал. И второй момент, на самом деле можно готовить и сто и больше напитков, просто зависит от времени года и тех напитков, которые мы продаем. 60 чашек в час, да, это очень важно. Ну, я понял, кстати. Это очень важно, потому что, ну, это то, что по факту. И опять же, были свободные промежутки в этот час, когда можно было еще доготовить. Опять же, как это выравнивается ближе к 100 и больше в час одним человеком? Если заказывают, например, много колбрю, а как это выравнивается? Это тоже подход, каким образом мы работаем с гостями. То есть, потому что гость не очень любит сильно много-много выбирать. Выбор люблю, но чтобы он был максимально простым, удобным, чтобы, когда со мной разговаривали, мне рассказывали 50, там, шагов к выбору, а для того, чтобы, задав один-второй вопрос, уже вышли на то, что, скорее всего, мне нужен такой квиз, я не знаю, как это можно назвать, такой короткий, где чаще всего человек говорит, если люблю с молоком, то понятно, что ему раз-два, и он выбрал. Ну, вот сколько тогда получается в пиковую нагрузку, там, с 8 до 10, там, или за 12 часов, как бы, сколько люди, как бы, могут ждать, как бы, типа, свой кофе, как быстро они могут его получить? В пиковой нагрузке максимальный срок ожидания своей чашки был в районе, там, наверное, от 3-х, ну, были, были моменты, когда и 7 минут, когда в не очень, но это были больше из-за ошибок, потому что иногда в не очереди пропускался какой-то билетик, да, вот, ну, чек имеется в виду, и, соответственно, человек приходил, напоминал, а так, чтобы прям, ну, в таком диапазоне, да, вот все вспоминают в таком диапазоне. Понял. Окей. Скажи тогда по поводу еще отдельной истории, как бы, это стоимость кофе. Ну, вот, понятно, что для вас, как для предпринимателей, типа, чем выше стоимость чашки кофе, как бы, типа, там, тем лучше, тем выше маржинальность, вот, насколько вообще, ну, сколько будет стоить у вас чашка кофе, с учетом того, что вы спешите ли кофейник? В модели, которую мы изначально рассчитывали, у нас была цена в 5 долларов, мы ее несколько месяцев назад повысили на 5.50, потому что уже явно по ценам, но это было ниже и Starbucks, да, у нас вот, в целом, цель – это быть нечто рядом по Blue Bottom, вот, а, ну, это то, что я называю именно цена за чашку кофе в среднем, и мы брали статистику по факту, сейчас уже 6? 5 у нас было, на 5.50, это мы расчет сравнительный смотрели просто, на 5 оставили, у нас сейчас расчетная цифра, спасибо, чтобы правило, 5 долларов за чашку, в среднем, в среднем. Ага, и, а в Starbucks? Средняя? Ну, я не знаю, надо смотреть их на кассу, чтобы сказать, какая средняя стоимость за чашку. Ну, там, ориентировать все, ну, что, как там? Ну, не знаю, я, я, я был в Starbucks, наверное, раза 3 или 4 покупал, у меня чек ниже 6 долларов, я не помню. Ага. А я брал только один какой-то напиток, но это, правда, напитки объемом, там, не знаю, там, сколько там, 20-18. Ну, то есть, это не, то есть, ваша цена не будет пугать, как бы, жителя Манхэттена? Нет, это точно, да. Супер. Скажи, я понимаю, что, так как вы идете в спешл сегмент, у вас ключевой, как бы, типа, фактор, словно, там, продвижение, как бы, типа, это все-таки продукт, да, то есть, но если там идти по всем 4P маркетинга, да, там, product, place, promotion, price, как бы, то есть, насколько вот то место, в котором вы находитесь, вы считаете, как бы, ну, гипотетически удачное, эффективное? Ну, вот. Оно удачное по нескольким аспектам. Первое, по расположению, то есть, нам важен бизнес не там, где туристическое место, приехали, уехали, больше никогда не увидели этого человека, или через сколько-то лет, а чтобы это был постоянный человек на месте. А это, в основном, офисы, какие-то вузы могут быть, да, в данном случае, вокруг очень много офисов, рядом, недалеко и Уолл-стрит, и, соответственно, все эти потоки там пересекаются. Соответственно, это максимально целевая аудитория для нас, это раз. Второе, конкретно на вот этом отрезке кофеен нет, то есть, именно, где мы открываемся, очень круто, что сам Блэндлорд в своем здании поддерживает так, чтобы каждый новый объект, когда сдается, не конкурировал, максимально не конкурировал с другим, то есть, соответственно, все бизнесы друг другу помогают. Третий размер, то есть, для старта мы взяли у нас 25, 250 квадратных футов в помещении на старте, соответственно, мы снизили риски а-ля не поместиться из-за каких-то непредвиденных ситуаций, потому что новый рынок, новая страна, законы и так далее. И мы хорошенько попадаем, и хорошенько, я думаю, мы еще когда до конца дойдем, я расскажу, я думаю, мы поделимся с инвесторами, возможно, с разрешением наших инвесторов, какую цену у нас получился данный объект. То, что это будет точно в рамках суммы, которая проинвестирована, сейчас уже мы попадаем. И четвертый элемент, это промоушен, как вы собираетесь среди огромного обилия кофеен как бы на Манхэттене, как вы собираетесь себя продвигать? Ну, лучше, чем сами, ну, сам продукт за себя мало что может сказать, но может, да, то есть, первоначально, безусловно, мы используем приглашение, там, аудитория, которая вокруг нас здесь, у меня уже там, ну, несколько сотен знакомых здесь есть, я думаю, пару точно. Людей, которые придут нас проведать, интересно. То есть, grand opening, да? Да, 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 вот. А если говорить в долгую, то это, по сути, создание такого меню и повторяющегося продукта на месте, чтобы его хотелось повторить, попробовать, и попробовать все меню захотелось. Для того, чтобы человек захотелось вернуться, потому что ему было невероятно приятно у нас, вот именно невероятно приятно в сравнении с рынком, который есть. И учитывая то, как мы, какой сервис сейчас существует на Манхэттене, а я объективен, есть люди и, ну, я считаю, что я объективно говорю, безусловно, люди сами услышат и по себе могут тоже сами оценить. Но есть крутые места с классным сервисом, и я очень хорошо, я сразу приглашаю людей туда, когда встречаюсь с кем-то. Но также я понимаю, что, к сожалению, это не большинство мест. То есть, большинство мест там где-то либо посредственно, либо никак. Но, что скажу, я лично не помню Хамсту, и это, на самом деле, очень круто. Вот, что все-таки в корне своем американцы максимально дружелюбные. Ну, в моем опыте это так. Окей, а если вашу кофейню представить персонажем какого-то фильма, ну, то... Персонажем? Персонажем, да. Да, то что бы ты был за персонаж, в каком фильме? Ну, я думаю, что это, наверное... Я, на самом деле, вспомнил сначала фильм, а потом подумал, почему. Крестный отец, да, наверное, главный герой, бескомпромиссность к правилам, которые у него созданы. Только у него правила свои, а я говорю о качестве, которое мы закладываем, да. Чтобы то, что мы в корне закладываем, оно было непоколебимо. То есть, что бы оно, по сути, и было этим сердцем и основой. То есть, вы собираетесь создавать какое-то такое наследие и традиции, да? Наследие и традиции. Ну, было бы здорово, чтобы бизнес перерос в наследие и традиции в том числе. Ну, тогда я пожелаю вам в этом успехов. Спасибо. Теперь на самой локации уже горит логотип. Окна пока заклеены. Светится, ксения все не горит. Светится, светится. Логотип светится. Загорелся красный, понимаешь? Но уже явно видно, что 99% готовы почти к успеху. Скажи, вот в чем мощная часть этой локации? Почему здесь? Мне нравится эта локация тем, что это деловой район. Здесь люди работают. И наша основная целевая аудитория – это как раз люди, которые работают. Которые берут кофе перед работой, берут кофе в обеденный перерыв. Возможно, берут кофе, когда просто перемещаются там по городу. Здесь движение людей присутствует часов до 10, до 11 вечера. Поэтому здесь начинается жизнь в 9 утра, в 8-9 утра. И она не заканчивается до поздней ночи. Ну, как видишь, трафика довольно много. Пешеходного где-то наши целевые люди. Класс. Наверное, на обед тоже все выходят. Поэтому такая утилизация высока. Да, и самое главное – здесь это все офисы. Офисы, офисы. Вот Federal Reserve Building. Очень много людей, для которых 5-6 долларов за кофе – не есть проблема. Класс. Класс. Ну что, пойдем посмотрим внутрь? Пойдем. Слушай, ну вот, мы теперь внутри. В паре слов вообще расскажи, что здесь, что к чему, помимо этих красивых снежинок на стенах. Это, кстати, украинский орнамент. Это вышиванка. Они имеют символы на успех, на удачу. Они на самом деле еще имеют какой-то смысл. Супер. Оборудование уже стоит. Просто мы его накрыли из-за того, что самая нестроительная пыль еще присутствует. В процессе. Да. Ну, уже скоро будем работать. Слушай, какая у вас кофемашина? Как вы вообще выбирали и чем руководствуетесь? Слушай, это марзока линия. Это как будто она единственная на Манхэттене. Ну, единственная модель. Почему-то на Манхэттене у всех марзока. Если в Киеве это что-то типа вау-вау, то здесь это как, знаешь, как правило хорошего тона. Поэтому решили, да, решили не рисковать, не делать, а я лучше знаю, чтобы потребители тоже понимали, не думали, что это если не марзока, значит что-то не то, то решили все-таки начать с марзока. Класс, класс. Вижу еще у вас дисплей явно для булочек, что вы планируете. Да, 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 конечно. Будут у нас булочки. Нашли пока что партнера по выпечке. И будет у нас такой тоже известный в Нью-Йорке и в Нью-Джерси производитель всех круассанов подобные продукции. Это Бальтазар. Мы с ними работаем. Бальтазар. Популярные здесь ребята, да. Круто. Спасибо большое. В общем, буквально несколько дней до запуска. И вернемся обратно сюда уже пить из первенных стаканчиков настоящий горячий кофе с круассанами от Бальтазара. Спасибо. Удачи. Вот так, чтобы все неслось.